В этом году такой вопрос мы задали более чем тысячи предпринимателей, и в глобальном резке дня ответ был однозначен. Нам крайне интересно обсудить со спикерами мирового уровня, что происходит в мире с точки зрения развития технологий, и как мы себя будем чувствовать в этом новом мире, и что будет завтра. Мы, формируя повестку дня и формируя ход нашей дискуссии, попытались сформировать название тому периоду времени, в котором мы с вами сейчас находимся, в котором мы живем. И мы назвали его «Транзитный мир», в силу того, что мы сегодня ушли уже из нашего традиционного комфортного мира, мироустройства, к которому мы привыкали, к которому мы родились, и опустились, вне зависимости от нашего желания, плавания к миру будущего, контуры которого пока еще окончательно не определены. И мы находимся сейчас в транзитном мире между этим миром, комфортным миром прошлого и неизвестным миром будущего. И сегодняшняя наша дискуссия будет посвящена именно этому. Основой промышленных революций всегда служили какие-то корневые технологии. Какая-то технология, которая изобреталась, она клалась в основу этой революции. Это был правовой двигатель, это было электричество, это было изобретение интернета. Феномен, с которым мы столкнулись с вами сейчас, что мы не можем назвать какую-то одну технологию, которая будет драйвить это изменение. Сегодня целый набор технологий развивается экспоненциально и меняет наш свой мир. И мы сегодня, поставив на повеску дня этот вопрос, пригласили, на мой взгляд, выдающихся спикеров. Позвольте мне их представить. Это, для чего, наверное, меня, это вице-премьер правительства России. Мы сейчас выяснили, что он сегодня третий день в должности, но он далеко не третий день в этой теме. Максим Акимов. Он руководил экспертом Советом по диджитальной экономике, и он находился в должности первого замыкновителя аппарата правительства. И тема ему это знакома, что называется, по ежедневной работе, а не по наслышке. Господин Гуо Пин, исполнительный директор компании ПАВЕ, нашего большого партнера и, наверное, одной из самых продвинутых технологических компаний в Китае, наявлении, наверное. Господин Асаду Гуру, наверное, особо представлять не нужно. Он очень известен. И мы очень благодарны ему за то, что он приехал на эту панель, потому что большое количество вопросов, которые мы получили, касалось того, как нам, как людям, изменить модель своего поведения, чтобы быть успешным в этом мире. Господин Асаду Гуру как раз эксперт в этой части. Насим Талеб, еще один наш участник. Партер известных книг «Черная ледница» и «Антихрубка». Сейчас вышла третья его книга. Каждая книга ему становится бестселлером. И мне кажется, что его точка зрения будет также очень интересна всем нам. Питер Диаландис. Питер является главой фонда «X-Pride Foundation», но он является еще и соучредителем вместе с таким человеком, известным для края пользователя института университета сингулярности. И очень известен своей научной пропагандистской деятельностью во всем мире. Ну и еще один наш участник – это Майер Брэнд. Майер – лицикрезидент еще одного нашего большого брата – компания Google. Компания Google известна также своими достижениями в области современных технологий. Наверное, она… Ну вот, глупо, если бы я начал представлять сегодня компанию Google. Но Майер является вице-президентом компании, отвечающей за нашу рынок, и он, когда занимается технологией. Теперь я хотел бы прийти в следующей части нашей дискуссии и поставить на голосование вопрос. Перед тем, как я его поставлю на голосование, хотел бы попросить мне показать первый слайд. Мы использовали в качестве предыстории этой дискуссии слова Вернера Бинджа, который назвал текущий момент времени, охарактеризовал текущий момент времени следующими словами. «Мы стоим на пороге изменений, сравнимых с зарождением человеческой жизни на Земле». В общем, достаточно сильное высказывание. Я хотел бы задать первый вопрос, уважаемые коллеги, вам, всем, чтобы вы ответили на вопрос, считаете ли вы этот месседж, это определение точным, или вы считаете, что это большое преувеличение. Пожалуйста, поставьте режим голосования, у всех у вас есть вот такие пункты, и можно ответить на вопрос да или нет, нажав кнопочку 1 или кнопочку 2. Ну, честно сказать, достаточно неожиданные результаты голосования. Уважаемые коллеги, хочу вам сказать, наверное, здесь собрались те, которые настоящий мир, транзитный мир, очень сильно каждый день пугают. Теперь, коллеги, я прошу поставить еще не подготовленный ролик, прошу его поставить. Особой промышленной революции всегда были отдельные технологии, но в последние годы происходит экспоненциальный рост технологий во всех сферах жизни. Мирится экономический выклад. Инновации экономят ресурсы. Постепенно стирается краник между револю и фирменами. Тяжело предсказать, что нас ждет в будущем. Но очевидно, что настал переломный момент, который будет длиться вечно. Это транзитный мир. Именно сейчас определяются лидеры технологического мира. В транзитном мире отставшие страны просто превращаются в доноров капитала для прорыва отраслей стран-лидеров. Компании, которые не успевают распормируться, исчезают. Искусственный интеллект заменит одни профессии, но создаст принципиально новые возможности для других. Многие видят в технологиях угрозу. Из-за этого возникают транзитные проблемы. Социальные инвалиды. Государственный протекционизм. Угроза кражи персональных данных. Этические проблемы. Кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей? Как не потеряться на технологической картине удачи? Что вас ждет завтра? Уважаемые коллеги, я прошу еще простить меня за то, что я вас сейчас накормлю информацией перед тем, как мы переступим к дискуссии. Вы подготовили буквально несколько слайдов, потому что я не мог не поделиться с вами этими слайдами, потому что для меня во многом эти слайды были откровением. Это большинство из этих цифр, это цифры, которые сделали наши исследователи внутри банка. И мы старались их сделать максимально корректными, но они отражают нашу точку зрения. Первое. На сегодняшний день мы посмотрели, что примерно 4% мирового ВВП и 4% отраслей прошли так называемый дисрапт. То есть прошли через подрывную систему новых технологий и изменили полностью свой бизнес, свои бизнес-модели и стали принципиально новым типом организаций. Только 4% отраслей. 96% это то, что ждет нас еще впереди. Ждет в своей очереди в тот период времени, когда мы будем находиться в этом самом транзитном мире. Скажите следующий слайд, пока вы можете. Какие предпосылки перехода к этому транзитному миру? Мы все технологии, все группы технологий можем условно разделить на 4 части. Это все, что связано с расширением цифры, изменением человека, преобразованием физического мира и нашей интеграции в окружающей среде. Мы к нашему форуму, к нашей панели впервые перевели на русский язык клинику, которая была издана Клаусом Швабом, президентом Всемирно-экономического форума, который называется «Технологии. Четвертая промышленная революция». И я думаю, что вы ее можете у нас приобрести на стенде. Там приводится очень много интересных цифр и очень интересные исследования. Как раз на эту тему и часть цифр мы взяли из этой гимны, по-моему, связанщий слайд. Нашу дискуссию мы предлагаем организовать в трех аспектах. Что такое наш новый транзитный мир несет для государства, для бизнеса и для людей. Там написано «общество», а здесь все-таки, наверное, правильнее для человека. и мы видим, что три вещи, три цели, которые мы должны сейчас с вами достичь. Первое. Винти к тому, чтобы расширить возможности человека. Мы очень много говорим о расширении возможностей, ну, о диджитализации, всеобщей транспарентности. Приводит к тому, что пока это приводит к тотальному контролю над человеком. И на самом деле, во многом ограничиваем его привычный образ жизни и его возможности. Вторая задача, не менее важна, это защита от угроз, которые у нас у этих народов. Мы об этом поговорим также отдельно. И третья задача, это справедливость распределения производимых благ. Как внутри каждого общества сегодня вырастает социальное генеральство мы берем практически все государства. И внутри мира, между странами. Следующий слайд. Переход к этому самому новому миру включет изменения на трех уровнях. И мы пытались описать ключевые последствия этих изменений. Государственный институт абсолютно не готов. Идет поляризация между государствами. И на ряду с этим самое развитие государства начинают все активнее, граничивые доступы к технологиям. Хотя декларируются зачастую обратные цели. Для бизнеса это десрабшин, это изменения, тотальные изменения бизнес-моделей. Инвестиции с традиционным сектором все больше перетекают цифровые. И традиционные компании не успевают с изменениями собственных моделей за цифровую компанию. Это касается и у людей. Ключевая проблема в том, что у людей остаются мыслящими именно изменения производства лица. Следующий слайд. Этот слайд очень интересен, потому что показывает сегодня лидеров на цифровой карте мира. Мы видим два абсолютных лидера, 35% цифрового ВВП принадлежит Соединенные Штаты Америки и 13% Китая. На следующем слайде можно увидеть соотношение цифрового и традиционного ВВП. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки имеют 25% долю в глобальном ВВП и 35% долю в мировом ВВП. Китай поддерживает примерно такую же долю, но Китай растет значительно более быстрее в таблице, чем все остальные страны. Япония имеет порядка 8%, что соответствует игролю Франции чуть-чуть больше, и Германия чуть-чуть меньше, чем доля в глобальном ВВП. Все остальные игроки в основном имеют долю значительно ниже, чем долю в глобальном европе. Следующий слайд. Этот слайд, честно говоря, нас повернут в шок, когда мы вывели эти цифры. Если посмотреть на долю стран в капитализации интернет-сектора, то мы увидим такую картину. И эта картинка удивительно западает цифрами 60-30-10. Это то, как делятся доли на развитых рынках между игроками. Победитель получает все. В данном случае, к сожалению, мы видим тенденцию, я эту тенденцию рассматривал как будущее распределение глобального ВВП, цифрового ВВП, 60-30 и 10 на всех остальных, из них Европа примерно 3-4% это, конечно, совершенно новая расстановка сил на мировой карте. Следующий слайд, пожалуйста. И мы видим, что инвестиции в цифровые активы, разрыв инвестиций в цифровые активы нарастает. Следующий слайд. И доля интернет-компаний как в капитализации вы видите, здесь даются мультипликаторы по оценке рынка цифровой компании. Они в среднем, скажем так, в 5-10 раз выше, чем в традиционном интернете. Мультипликаторы к чистой привлени компании. За 5 лет капитализация интернет-компаний умолилась в соответствии. человек. Еще одни цифры очень интересные. Google имеет 92% в габарных рынках поисковых систем, Facebook 75% в социальной сети глобальных. Консант 80% всего рынка Китая. Ну и вы видите здесь цифры, которые мы видим в интернет-торговле и в мобильных платежах. Это иллюстрация того, что цифрализация приводит к еще большей инвентаризации рынка. Пожалуйста, себя вячеслав. Ну и вопрос, в конце концов, от которого я перейду уже, передам слово нашим глубоковажаемым спикерам, это Homo Deus Fomo Sapiens, это попытка транслировать определение, которое дал свои последние книги Юан Харари, кем же мы в контактном итоге являемся с вами. И что нам в этом мире нужно сделать? И первый вопрос я хочу задать Питеру.